Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного пособного хозяйства. И сегодня я расскажу вам о мульче, для чего она нужна и как правильно мульчировать грядки. Первый и, пожалуй, самый доступный материал для мульчирования – это, конечно же, солома. Для мульчирования используют солому злаковых культур. Это может быть ржаная солома, пшеничная, ячменная, солома от овеса, либо другие виды соломы. Мульча из соломы – очень доступный материал. Укрывая грядки соломой, мы предотвращаем испарение влаги, то есть почва будет сохранять влагу долгий период. Также слой мульчи из соломы будет защищать наши грядки от сорняков. Нужно отметить, что слой соломы для мульчирования должен быть значительным. Чтобы сорняки не прорастали, грядки нужно укрывать слоем соломы примерно в 20 см. Если слой соломы будет слишком тонким, то сорняки с легкостью пробьются, и от мульчирования не будет никакого толку. С соломой можно мульчировать грядки с овощами, можно мульчировать клубнику, а можно высаживать под солому картофель. Если вы мульчируете клубнику с помощью соломы, то учтите, что мульчировать почву нужно, когда она теплая. Ведь при мульчировании холодной почвы растения будут отставать в развитии, и созревание будет замедляться. Если накрыть соломой холодную почву, то на долгий период не будет прогреваться, а значит урожай мы получим примерно на 2 недели позже обычного. Поэтому укрываем клубнику соломой примерно за неделю до цветения, когда клубника находится в фазе бутонизации, тогда уже почва прогрелась, корневая система работает хорошо, и можно приступать к мульчированию. При мульчировании соломой также нужно учитывать тот момент, что почва должна быть влажной. Не следует мульчировать соломой сухую почву, иначе почва будет оставаться долго сухой, пока дождь промочит солому, пропитает мульч, и тогда только почва насытится влагой. Поэтому, если почва сухая, то предварительно пролейте ее водой, чтобы она хорошо пропиталась, а затем приступайте к мульчированию. Под солому также можно высаживать картофель. Предварительно почву нужно подготовить, попросту взрыхлить, внести необходимое удобрение и разложить клубни по поверхности почвы, не заделывая их на глубину. Когда вы разложили клубни на поверхности на нужном расстоянии, мульчируем всю поверхность посадок соломой. Слой должен быть, опять же, 20-30 сантиметров, чтобы трава не пробилась. Картофель же с легкостью пробьет слой мульчи и будет хорошо под ней развиваться. Его не придется полоть, не придется поливать и не придется окучивать. Осенью, когда ботва посохнет, достаточно развернуть солому и собрать клубни. Единственный минус при таком способе посадки – это грызуны. Если вы высаживаете картофель под солому, то обеспечьте ловушки на участке. Поставьте какие-либо приманки, либо мышеловки от грызунов. Второй доступный материал для мульчирования – это сено. Вот оно у меня в руках. Нужно отметить, что по сравнению с соломой сено гораздо быстрее разлагается. И за сезон мульчу придется обновлять несколько раз. Опять же, слой для мульчирования сена должен составлять не менее 20 сантиметров. Сено нужно заготавливать до цветения злаков, либо до цветения одуванчиков, чтобы все семена не высеялись у вас в грядке. Отличным материалом будет сено после зимы. Что это такое? Весной на пустырях можно найти очень много сухой пожухшей травы. Она легко косится, либо выгребается граблями, и ее можно закатывать в достатке. В такой траве уже не будет никаких семян. Они за зиму все осыпались в почву, либо их уничтожили грызуны. Такая мульча из пожухлой травы – хороший материал для мульчирования. И в каждом регионе такого материала в достатке. Его можно заготавливать весной, как только сошел снег и почва просохла. Однако, при таком способе заготовки возникают также риски. Ведь на сухой траве могут быть клещи. Поэтому, если у вас регион неблагоприятный, есть энцефалитные клещи, либо клещи, которые переносят лаимборелиоз, будьте внимательны и не заготавливайте в таком случае мульчу. Третий материал для мульчирования – это скошенная трава. Скошенная трава у нас в достатке летом. За лето мы косим траву, газоны не один раз и используем траву для компостирования. Однако, травой можно эмульчировать грядки. Траву нужно перед использованием немного подвялить, чтобы она не была сырой. Ведь при мульчировании сырой травой будут происходить процессы гниения. И наша почва, наши грядки не в восторге будут от такой мульчи. Поэтому подвяльте траву на солнце, немного подсушите, а только потом приступайте к мульчированию посадок. Слой травы для мульчирования должен составлять примерно 15 сантиметров. Не следует укладывать траву слишком большим слоем, потому что могут начаться процессы горения, а это нехорошо отразится на наших овощах. Четвертый материал для мульчирования – это опилки и древесная щепа. С этими материалами возникает очень много спорных вопросов. Нужно отметить, что не все опилки подходят для мульчирования грядок. Опилки хвойных пород подкисляют значительно почву. Если вы вносите такие опилки, то их необходимо предварительно просыпать доломитовой мукой, либо сложить в кучу, чтобы они потемнели, и только потом использовать. Для мульчирования лучше использовать опилки лиственных пород. Однако и с ними возникают вопросы. Если использовать свежие опилки, они будут забирать много азота из почвы. Поэтому перед применением пролейте опилки, просто рассыпьте их тонким слоем на брезент, и с обычной лейки пролейте раствором мочевины. Для мульчирования понадобится 200 грамм мочевины на 10 литров воды. Как только опилки пролили, их можно использовать для мульчирования, либо вносить в почву под перекопку. То же самое касается и древесной щепы. Древесная щепа, в отличие от опилок, имеет более крупную фракцию, поэтому имеет смысл древесной щепой мульчировать проходы между грядками. В таком случае сорняками они не будут зарастать целое лето, и после дождя можно будет спокойно пройти вдоль грядок, и не будет никакой грязи. Слой мульчирования опилками должен составлять 4-5 сантиметров. Еще одним материалом для мульчирования является кора и хвойный опад. Кору чаще всего используют для мульчирования цветников, ведь для мульчирования грядок понадобится очень много коры, а это дорогое удовольствие. В коре также могут содержаться смолистые соединения, которые будут действовать негативно на растения, и кора может подкислять почву. Поэтому применять кору в огороде также нужно с осторожностью. Если у вас есть цветники, то без проблем используйте кору. Для грядок все-таки кора не всегда самый хороший вариант. Чем же еще можно замульчировать грядки? Сейчас есть современные материалы для мульчирования. Это агроволокно, черный спонбонд, либо пленка. В руках у меня черный спонбонд, плотность 60 грамм на метр квадратный. Таким материалом можно мульчировать грядки под овощи, а можно использовать для посадки клубники. Под темным материалом сорняки будут погибать, прекратится их рост. Почва будет быстрее прогреваться, а значит созревание урожая будет более ранним. Но есть и минусы. Под спонбондом очень часто уплотняется почва. Могут заводиться муравьи, если у вас на участке их много. Поэтому выбирайте сами использовать черный спонбонд, либо не использовать. Например, я использую черный спонбонд только для выращивания клубники. Выращиваю клубнику на черном спонбонде 3 года, затем спонбонд убираю и выбрасываю. Посадки заменяю. Сейчас очень активно использую для мульчирования черную пленку. Однако черная пленка не всегда подходящий вариант. Дело в том, что черная пленка, в отличие от спонбонда, не пропускает воздух и не пропускает воду. А значит, если вы мульчируете грядки черной пленкой, в обязательном порядке нужно позаботиться о поливе, а именно провести капельный полив. Тогда растения будут хорошо развиваться, будут получать необходимую влагу. Если капельного полива нету, значит и пленку мульчирующую применять не стоит. Однако у себя на участке, хотя я и не имею капельного полива, я применяю черную пленку. Что я делаю с ней? Если у меня есть участок какой-то определенный, например, где росли многолетние травы, там твердая земля, тяжело его вскопать, значит, на сезон я мульчирую этот участок черной пленкой. За лето трава под ним выгорает, не получая доступа к солнечному свету. Пленка черная нагревается, все сорняки погибают. К осени я снимаю пленку с поля и перекапываю без проблем почву. Все сорняки погибают. И участок обработать гораздо легче. У каждого из перечисленных материалов есть свои достоинства и недостатки. Какой именно материал для мульчирования выбрать, всегда решение за вами. Спасибо за внимание и до новых встреч!